Здравствуйте! Новости 24 на телеканале ННТ, студии Махач Курбанов с коротким анонсом о том, что будет сегодня в выпуске. Неправильный диагноз, упущенное время, летальный исход, из-за чего умер 13-летний школьник, выясняли наши корреспонденты. Чемпион по боксу Расул Дибиров вернулся в Дагестан. О том, где и как он защитил свой титул, смотрите сегодня в выпуске. Ошибка ценой в жизнь. В Махачкале из-за неправильно поставленного диагноза и потерянного драгоценного времени скачался 13-летний мальчик. Врачи частной клиники, где обследовался мальчик, не считают себя виноватыми, ведь диагноз, по их словам, был поставлен в государственном учреждении. Хронологию событий восстанавливала Патимат Ханапова. 13-летний Абакар скончался в реанимационной палате инфекционной больницы Махачкалы. К летальному исходу, по словам специалистов, привел неверный диагноз – геморрагический воскулит. И только после было установлено уже верное медицинское заключение – минингококковая инфекция. Но уже было поздно. Форма болезни оказалась одной из мальненосно протекающих. По заявлению Минздрава, неправильный диагноз был установлен в частной клинике Панацея. Однако руководство медицинского центра отрицает причастность к трагедии. По словам главврача, их специалистами была оказана консультативная помощь, а диагностика была проведена уже в другом государственном учреждении. Учитывая состояние самого мальчика, мы рекомендовали обратиться в профильное учреждение, куда она и уехала. То есть она находилась здесь где-то ориентирующаяся около часа. А вот то есть диагнозы вы не ставили? Мы диагностикой не занимались. Так как она сотрудница, она сама прекрасно все понимала, мы не занимались лечением пациента. То есть в течение часа от момента обращения к нам он уже находился в детской республиканской клинической больнице. Узнать хронологию событий у родственников погибшего мальчика нам так и не удалось. И на данный момент они оказались морально не готовы давать комментарий. Однако по информации некоторых источников, родители подтверждают невиновность панацеи в смерти ребенка. Министерство здравоохранения не преследовало целью обвинять какие-либо медицинские учреждения. И прежде всего имела цель настороженность медиков в отношении молниеносного течения подобного рода заболеваний. Но тем не менее, от того, что подчеркивал, что ребенок в первое учреждение, в которое обратился ребенок, был частный или не государственный медицинское учреждение, делался на это акцент только потому, что такие дети или такие пациенты могут обращаться в подобного рода центры. И хотелось бы, чтобы у них была такая же настороженность в отношении возможности возникновения этих заболеваний у других пациентов. Возможно, обращение родителей в первую очередь именно в эту частную клинику было связано с тем, что мать ребенка является сотрудницей учреждения. Обратилась она 11 января. Тогда ребенок все еще стоял самостоятельно на ногах, был в сознании, но в ослабленном состоянии. А после уже его самочувствие стало мгновенно ухудшаться. Через сутки мальчик скончался. На данный момент проводится вакцинация и профилактика всех контактных лиц с ребенком, в том числе и в школе, где учился мальчик. В паспорта наркоманов будут ставить клеймо позора. Депутат Нижней палаты российского парламента от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов предложил отмечать документ специальной печатью. Срок отметки 10 лет. В течение этого времени наркозависимые не смогут трудоустроиться и получить кредит. Депутат предложил приравнять наркоманию к уголовному преступлению, поскольку это преступное состояние человека, при котором он неадекватен. Дагестан закупит 70 новых машин скорой помощи. На их закупку выделены средства из регионального бюджета. Машины будут распределяться по городам и районам республики по мере необходимости. Будут приобретены новые автомобили класса «Б», оснащенные необходимым комплектом медицинского оборудования. Также власти закупят реанимобили для проведения транспортировки тяжелых пациентов. Они будут использоваться в экстренных ситуациях. В прошлом году республика получила 24 медицинских автомобиля. Пенсионерам старше 80 лет добавят по 5000 к пенсии. Россиянам увеличили размер возрастной надбавки к пенсии. Теперь пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат надбавку в размере 5000 рублей. Это на 400 рублей больше, чем в прошлом году. Как сообщает региональное отделение пенсионного фонда, для этого ничего не нужно делать. Перерасчет произойдет автоматически. Однако, если пенсия социальная или по потере кормильца, то после 80 лет она не станет больше из-за возраста. Также возрастную пенсию не повышают инвалидам первой группы, поскольку эта категория граждан уже получает двойной размер фиксированной выплаты. Тем, кто собирается поехать в Грузию, рекомендуется сделать прививку от гриппа. За последний месяц в Грузии от вспышки свиного гриппа скончались 15 человек. По официальным данным, в соседней стране отмечено не менее 150 подтвержденных случаев заболевания данным вирусом. Отметим, свиной грипп представляет собой инфекционное заболевание, поражающее дыхательные пути. Обычный человек заражается им воздушно-капельным путем. Лучшая защита в данном случае – вакцинация. Туристические объекты Дагестана получат государственную поддержку. Об этом заявил министр по туризму и народным художественным промыслам в ходе командировки в Акушинский район. Расул Ибрагимов осмотрел этнокультурный центр Мугинское подворье и горнолыжную базу Чиндер-Чиро. Также министр побывал и в селении Балхар, где посетил завод по изготовлению гончарных изделий «Балхарская керамика». Отметим, что все эти объекты будут учитываться при дальнейшем создании туристических маршрутов в Дагестане. Мэр Дербента обвинил Минприроды Дагестана в завалах мусора. По его словам, мусор в городе не вывозят, бардак на площадке никто не убирает. Мусорные баки должен опустошать региональный оператор – это экологика. А поэтому он намерен писать письма в Министерство природных ресурсов и экологии, которая заключила контракт с этой организацией и просить выполнять свои обязательства. В аэропорту Махачкалы зафиксировали рекордные показатели пассажиропотока по итогам 2018 года. В минувшем году аэропорт Дагестанской столицы обслужил 1 миллион 290 тысяч пассажиров, что на 90 тысяч превышает показатели 2017 года. Возросшие показатели пассажиропотока связаны с открытием новых направлений. Пропускная способность единственной воздушной гавани республики на внутренних рейсах составляет 200 пассажиров в час и 60 на международных. Джуссель Хасавюрта собрал макет сторожевого корабля. Махмуд Абдурахманов на таком судне когда-то служил сам – сначала в Севастополе, а потом в Грузии. Размер макета составляет 7 метров в длину, вес – 320 килограммов. Мастер трудился над своим изобретением 2 месяца. Махмуд Абакарович по специальности автомеханик в свое время работал трактористом и комбайнером. Теперь в планах мастера осуществление еще одной мечты – принять участие в параде победы 9 мая. Образовательный фестиваль «Лига будущего» прошел в историческом парке «Россия. Моя история». Дети соревновались в скоростной сборке и программировании роботов, участвовали в интеллектуальных играх, мастер-классах, образовательных и профориентационных тренингах. Каждый нашел для себя много интересного, полезного и познавательного. Фестиваль был направлен на повышение образовательного уровня в республике, развитие творческого и инженерного потенциала детей. И о спорте. Чемпион мира по версиям WBF и WBL Расул Дибиров вернулся в Дагестан. 26 декабря в столице Ганы боксер защитил свои титулы в поединке против Джона Дуду. На родине Дибирова ждал торжественный прием. Подробности встречи у Курбана Рагимова. Громкие поздравления и аплодисменты. Расул Дибиров уставший, но довольный. Защита титула для боксера стала непростым испытанием. Бой прошел в далекой Африке. Туда он отправился в одиночестве. Тренеру не дали визу. В день поединка негриец Товулави снялся из-за травмы. На замену вышел супертяжеловец Джон Дуду. Четвертый раунд он уже начал слишком открыто боксировать. Там уже он пропустил. Но он пропустил, больше не встал. Там было по печени, там несколько сильных ударов было. В столичном аэропорту чемпиона мира встречали многочисленные родственники и друзья. Разделить радость победы с боксером прибыли также глава Тлеротинского района Раджаб Раджабов, мэр Буйнакска Ислам Нургудаев, призер Олимпиады Султан Ибрагимов и другие. Мы его встречаем. Это только плюс для нашей молодежи. Чтобы они поднимались, чтобы у них было настроение. То, что мы приехали встречать, это для ребят большой стимул. Дай, Лаш, Расул, тебе здоровье. Продолжать дальше, чтобы основные версии тоже дошел, до этих версий тоже. И бои тоже там продвижения. Чтобы было... Мы всегда рады всегда встречать и провожать тебя. Не только тебя, а всех чемпионов, которые наши становятся. Мы будем вот так вот встречать. Мы весь район за вас переживали. И сегодня вы защитили титул. Это большая гордость и честь. Вы продолжаете ту линию, которую наши жители, наши жители республики, наши чемпионы, наши земляки, которые на их примере продвигают спорт. Это очень важно сегодня развивать спорт. Победа в Гане для Расула Дебирова стала уже девятой на профессиональном ринге. Весной он проведет вторую защиту своих поясов. И в случае успеха войдет в топ-15 боксеров мира по одной из самых престижных версий WBO. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И к этому часу у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Смотрите нас также в YouTube и Instagram. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok